Привет друзья! Этим роликом я продолжаю цикл рассказов о классическом варианте защиты каракан. Он будет проиллюстрировано в сегодняшнем ролике парой моих партий и огромной кучей партий классиков защиты каракан. Иванчук, Рязанцев и многие другие. Значит, сейчас один момент. О, появилась доска, вы видите. И сейчас пойдут ходы. Итак, классическая система защиты каракан, пони в 3, h5, слон h7 после размена белопольных слонов. То есть, ходы выглядят настолько естественными, и все к ним уже привыкли. То есть, практически обязательные ходы считаются. Здесь у белых развилочка между слон d2 и слон f4 после e6. И вот, ход слон f4 с виду более активный. Ферзя на c7 не пустили. Ну и вообще, слон на f4 стоит великолепно на случай длинной рокировки. Вот. Поэтому черные ходом ферзя 5 шаг его сгоняют. Белые закрываются. Слон b4. В этой позиции, конечно, надо считаться еще и с ходом конь e4. Об этом ходе будет у нас отдельный разговор. Тут последовало c3. Слон e7, c4. Ферзь c7. Вот еще одна позиция. На тему рокировка короткая я записал. Это мой предыдущий ролик. Можете посмотреть. На тему хода d5 тоже у меня есть ролик с партией с чемпионата Европы в Пловдиве 2008 год. В этой партии сделан основной ход. Длинная рокировка. Конечно, черным надо позаботиться о развитии. Конь f6. И вот в этой позиции у белых три основных хода. В партии последовало конь e4. Также есть ходы ладья e1. На что мне нравится ответ b5. И здесь будет неправильным не показать вам одну интересную партию. Очень неплохой ход. Рокировка есть. Но вот в партии корякин-вязанцев последовал ход ладья d8. И в ответ на ферзь a3 с коварной идеей слона 5. Черные просто сыграли конь d5. И выяснилось, что слон a5 это не угроза. Последует ферзь f4 в шах. Белые отняли поле f4. Но теперь уже черные ушли из-под этого двойного удара. А после неаккуратного g4 сами перешли в атаку. a5. Брать слоном на a5 нельзя из-за ладья a8. По той же причине еще хуже брать ферзем на a5. После ладья a8 теряется ферзь. На конь g3 черный конь отправился на c4. Брать его нельзя. Там ферзь на a3 подвисает. И черные перешли к атаке на короля a3. Если сыграть b3, то конь b2 и белые без качества. Пришлось брать. И по линии a пошло вторжение. То есть вот так вот разгромили будущего претендента на мировую шахматную корону черными. Белые пытались как-то отбиваться. Остались без пешки. Но по линии a попали под страшную атаку. Черные даже не рокировали в этой партии. Настолько сильную атаку им удалось развить без участия ладья a8. Через пару ходов партия закончилась. Так, давайте вернемся теперь к моей партии. Здесь... А, и есть еще очень сильный ход. Ну, такой естественный ход. Король b1. Теперь черным очень важно сделать рокировку. Преждевременно b5. Потому что после cb, cb ферзь бьет b5. Появляется страшная угроза слона a5. Отогнать ферзя или ладья c1. Вот, поэтому рокировка. И только на... А на ладья e1 тоже не b5, а a5. Идея черных разменять чернопольных слонов. Ну, и, кстати, ходы типа a3 встречаются как раз с ходом b5. Потому что теперь принимать жертву пешки белым совсем плохо. После ладья b8 еще и пешка a3 является зацепкой. И в партии лека и ванчук последовало слон c1. Очень сильный ход ладья fd8. Ферзем надо отходить. И теперь последовало a4. Важные моменты какие? На что здесь следует обратить внимание? Что если черным удается разменять чернопольных слонов, у них их шансы на атаку существенно возрастают. То есть то, что вот здесь написано, можно сыграть конь f5, слон b4, конь g3, это равенство. Это не мои комментарии. Кто-то комментировал партию лека и ванчук и так написал. На мой взгляд, здесь у черных уже опаснейшая атака. Можно меняться на d2, можно сразу пойти b5. То есть у черных здесь уже получше. То же самое на слон c3. Помимо ладья d8, ферзь e2, слон b4, здесь написано равенство. На мой взгляд, у белых позиция уже достаточно подозрительная. То есть слон c3, который выполнял важные функции защиты короля и при случае атаки на нашего короля, нейтрализован, пешка h5 традиционно для ншпля слаба. А на королевском фланге у черных есть возможности b5, c5, движения пешек, в общем, разные. Партию лека и ванчук, конечно, тоже вам стоит изучить более внимательно, чем мою, которую я показываю. Но вот рекомендую вам изучить ее самостоятельно. На а3, мне кажется, очень сильный ход ладья c8. Я подправил комментатора, комментатор давал какой-то другой ход и ставил оценку равенства. Мне кажется, здесь равенство белым очень далеко, потому что на ферзь бьет a4 последует b5. Ну и вообще уже угрожает b7, b5. У белых некоторые проблемы с белыми полями на ферзьевом фланге. Ну ладно, партию лека и ванчук я вклеил, комментарии там есть. Партия великолепная, но вы ее разберете сами, а я все-таки продолжаю рассказывать про свою партию. Значит, со мной пошли кони e4, тут же ответ b5 очень логичный, хотя не хуже и рокировка. b5 никуда не уйдет. Здесь мой противник мог пойти c5, да, достаточно неприятный ход, тоже ладья d8. Там вклеены кое-какие партии, рекомендую изучить, скачать по ссылке в файле к чесбейс и посмотреть самостоятельно. После конь бьет f6, конь бьет f6, белым глупо брать на b5, со мной несколько раз так играли. Эти партии я даже вклеивать не буду. После цб белому королю шах, на король b1 черный отходит ферзь b7. У белых изолированная пешка на d4. У черных отличные шансы, помимо всего прочего, еще атаку на короля создать. Сейчас рокируют в короткую сторону. В общем, белым мат поставить, белые вряд ли поставят мат черным. То есть всегда можно будет ферзей на d4 поменять. Поэтому черные даже не пожертвовав пешке, вскрыли линию b. На мой взгляд это очень выгодно. Но, к сожалению, доказать вариантами, что здесь большой перевес у черных, я не могу. То, что в партии удалось создать атаку. Да, вот это критическая позиция. Здесь мой противник на меня сразу же набросился. Очень тогда молодой и очень агрессивный кандидат мастера. Если не ошибаюсь, из Томска Дмитрий Пушкарев. g4. Есть ход ладья c1. Тогда черным нет смысла отдавать пешку c6. Очень важно, что конь c6 почти всегда идет не на d5, как кажется, что здорово, а на e4. Откуда он нападает на слона d2, на пешку f2 и не позволяет белым сыграть g4, g5. В общем, партии или варианты здесь, посмотрите, самостоятельно. Тоже не так давно в прошлом году на командном чемпионате Урала кандидат в мастера или мастер фиде, не знаю, из Челябинска Родион Раджабов, то есть такой шахматной фамилией, сыграл со мной конь e5. И, на мой взгляд, получил перевес, потому что я играл не точно. g4. g4, снова вот конь e4, хотя есть еще масса интересных ходов, например, слон d6 или конь d5. И вот здесь белым надо было отдать чернопольного слона за коня. Вот этот ресурс ни я, ни мой противник не учли. Здесь у белых точно не хуже. То есть возникает какая-то сложнейшая позиция, которая и у черных, и у белых есть свои козыри. Ну, сложно и очень интересно. Возможно, черному вместо коня e4 стоило все-таки пойти слон d6 или даже конь d5. Ну, на этой партии я тоже останавливаться не буду. Нас интересует попытка белых немедленно разгромить королевский фланг наш. Конь e4, g5 пока что не даем. Напали на вилочку, на f2. Вилку никто объявить не позволил. Теперь ладья идет на b8. Хотим поставить мат. В ответ на fc2 сильный ход fc5. Важный момент. Белые не могут брать на e4, потому что их король неожиданно получает мат. Варианты настолько простые и понятно, что я их записывать не стал. На король a1, fc3. На король c2 ферзь бьет a2 и так далее. Ладья b3. В общем, мат достаточно быстро ставится. fc5. Стоило сыграть ладья d3. Попытаться разменом пары ладей облегчить себе защиту. Но ход короля a1 позволяет черным перекинуть ладью на a6. Как это не противно было мне выяснить после партии, эта позиция еще не выигранная. За доской я был настолько уверен в позиции, что даже не знаю, как вам это передать словами. Конь e5. Угрожает вилка конь d7. Угрожает вилка конь c4. Но черные нападают на мат. Теперь, если сыграть a3, то последует слон бьет a3. А на ферзь b3 черные готовят ход ладья b8. Конь c4. Ферзь d5. Нельзя бить на d6. Висит ферзь на b3. Но, к сожалению, во-первых, ход f3, на мой взгляд, давал примерно равную позицию. А еще проще. К равенству идет конь d2. Сильный конь разменивается. Ну, понятно, что у белых может быть чуть-чуть похуже, потому что черные сейчас f5 пойдут. Ну, а может и нет. То есть позиция очень близка к равной. То есть, по крайней мере, мат здесь белые не получили. А в отличие от партии. В партии, правда, тоже не получили. Но были очень близки к этому. После ферзь d3 неудачный ход. Черные должны были спрятать своего слона с угрозой конь d6. Там мат на a2 подвисает. Вместо этого последовал естественный ответ. Ладья b8. f3. И вот здесь что-то говорит, что надо было коня на g5 ставить. Но я поставил более естественно на f6. И у белых была возможность перейти в лихую контратаку. h6. Эта позиция совершенно неясная. Я даже не стал приводить никакие варианты. Посмотрите их самостоятельно. Действительно, у белых появились очень неплохие ресурсы для атаки на короля. Во многих вариантах ладья a6 оказывается вне игры. Тут я думаю, что каждое железо по-своему нарисует варианты. Стокфиш одно, гудини другое. Но в целом g5 белые были обязаны ходить. А вот ладья g1 это тот случай, когда промедление, то есть потеря буквально одного темпа, позволяет черным перейти к решающим действиям. То есть при разносторонних рокировках мы знаем, что атака должна вестись максимально энергично. На одном дыхании желательно. Ферзь b5. Прицеливаемся к пешке a2. Брать на d6 нельзя, из-за ферзь бьет b2. Подтягиваем фигуры. Белые не могут взять на d6 по какой-то очень простой причине. Сейчас я вам ее назову. А, на конь бьет d6 следует, по-моему... Можно взять на e3, а можно, наверное, сначала пойти ферзь a5. Висит мат на a2. Висит слон на e3. Грозит конь b4. По-моему, так. Эх, жалко. Именно вот этот момент не проверил. Очень много партий вклеил. Перед тем, как записывать ролик, многие вещи посмотрел. Переоценку даже кое-каких позиций произвел. А тут... Ну, в общем, после слона белая прикрыли пункт b4 слоном с d2. И мы, раз нам размен чернопольных слонов выгоден, идем его менять. Очень неаккуратный ход a3. Ну, правда, угрожает. Слон бьет d2. И на конь бьет d2. Ладья бьет a2. И конь b4 шаг. Белые теряют ферзя. Но ход a3... Хоть и спас белых от ладья бьет a2. Но от поражения нет. Слон c3. И у черных уже выигранная позиция. Конь на c4 теряется. Слон c3 хоть и остался в живых. Никаких неприятностей черному королю причинить не может. Угрожает. Простое конь бьет c3. Ферзь бьет c3. Ферзь бьет c3. bc. Ладья бьет a3. Март. Поэтому ладья c1. И теперь угрожает не менее простое ладья бьет a3. И защита от этого у белых уже не находится. Слон d2. Ладья бьет a3. Белый король полностью открыт. Им придется за вторую ладью отдать ферзя. Вот они отдали. Но этого мало. Черные начинают собирать урожай из пешек. Ферзь a4. Ферзь бьет d4. Висит слон. У него и отступлений не так много. И здесь белые. Может быть несколько преждевременно. А может быть и нет. Сдались. Потому что. А вообще не так просто слона защитить. На ладья g2 ферзь e4 шаг. Ладья c2 нет. То есть за ферзь бьет g1. А король c2 играть неимоверно противно. Подтягивать короля поближе. Смотрите мой предыдущий ролик. Там голосовалка. На данный момент с достаточно большим отрывом в процентном отношении. Побеждает выбор турнира. С моим участием. Турниры я умею организовывать только на планете. В общем голосуйте. Посмотрим. Может быть что-то изменится. Спасибо за внимание. Обещаю что еще раз. Из этого райского места запишу вам. Как минимум одно видео. Ну и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Дизлайки. И так далее. Продолжение следует.